МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около трёх часов дня 25 июня в Калининский районный суд в сопровождении спецконвоя доставлены пятеро обвиняемых в серии убийств. Среди них осуждённые по жизни на члены печально известной группировки Тверские волки. Первым в зал судебных заседаний заводят Александра Шершова, он же Осипов. За время следствия сменил фамилию. Среди подсудимых узнаём Дмитрия Баскакова и Александра Агеева. В этот же день в суд доставлены Борис Ильин и Ярослав Соболев. Писали про беспредел, который тут творится. Фильм всякий писать да показывать. Началось рассмотрение уголовного дела по обвинению восьми лиц в совершении убийства в общей сложности четырёх лиц. Обвинение предъявлено восьми фигурантам. Преступления, в которых обвиняются фигуранты, совершены в начале 2000-х годов, 2001-2002 года. Согласно букве закона подсудимые обвиняются в убийстве двух и более лиц, совершённые группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений или по найму. Предварительным следствием установлено, что в конце 2001-го года киллерами банды «Тверские волки» или «Ломовские» было совершено заказное убийство предпринимателя в городе Кимра Тверской области. Этими же киллерами этой же банды в феврале 2002-го года на территории города Твери было совершено заказное убийство представителей Чеченской республики. Одним из киллеров банды также по заказу было совершено убийство предпринимателя в городе Торжок Тверской области в апреле 2002-го года. Киллерами данной банды в июле 2002-го года было совершено убийство по найму лица, занимавшегося реализацией алкогольной продукции. В каждом убийстве есть заказчики, они же организаторы преступлений. Всем предъявлено обвинение. Еще раз отметим, убийства совершались с ноября 2001-го по июль 2002-го годов. То, что мы сейчас вменили исполнителям и заказчикам, это четыре трупа, четыре потерпевших. Заказчики, они ранее судимы? Ранее попадали в поле зрения прохранительства? Нет, никто из них ранее не судим. Один привлекался к уголовной ответственности, но не за преступление против жизни, против личности. Там коррупционное было преступление. Убивали ради раздела каких-то коммерческих интересов? Это деньги? Мотив какой? Где-то коммерческие интересы, где-то личные неприязненные отношения. Более 18 лет по приостановленным уголовным делам проводилась оперативно-следственная работа. В ходе работы по уголовному делу, возбужденному по факту убийства Михаила Круга, Агеевым была написана явка с повинной о совершении убийства совместно с Баскаковым, предпринимателя в городе Кимра Тверской области. Соответственно, данное уголовное дело было возобновлено. Показания Агеева, Баскакова были проверены, нашли свое отражение полностью в материалах уголовного дела. Они оба показали на месте происшествия, как именно убивали, каким способом. Все это полностью подтверждено как протоколом осмотра места происшествия, так и заключениями судебных экспертиз, в том числе медицинской, медико-криминалистической, биологической судебных экспертиз. Соответственно, были установлены свидетели, о которых нам называли обвиняемые. Свидетели дали показания, которые подтвердили их слова, и следствием была собрана полная картина происшествия. Соответственно, также по каждому из эпизодов. В ходе расследования уголовного дела проведено более 10 проверок показаний на месте. Выполнено свыше 15 экспертиз. Уголовное дело насчитывает 30 томов. Все встань. На это судебное заседание не смог прийти адвокат Агеева, так что процесс перенесен на 24 июля. Преступления, в которых обвиняются фигуранты, не имеют срока давности. И еще. Из восьми обвиняемых до этого суда не дожили трое.